Ну что ж, объекты умеем создавать, умеем уже упорядочить их. Очень хочется работать с заливками и, конечно, создавать свои собственные заливки. Новая тема и новый раздел – заливка или закраска объектов. Все описывается в методичке, но очень рекомендую смотреть, делать какие-то записи для себя и, конечно, создавать свои собственные заливки вместе со мной. Первая заливка – однородная заливка. Я буду все показывать на обычном объекте. Однородная заливка выбирается либо на панели опции, либо через инструмент Fill, если по нему делась двойной клик, либо, как методички рекомендуются, через панель Color – цвет. Очень рекомендую, довольно интерактивная работа. Панель Color – панель цвет. Window Color. Отделяю, ухватившись за название. Обратите внимание, у меня панель более компактная, нежели в методичке. Дело в том, что если слева от названия панели есть стрелочки такие вверх-вниз, то, значит, мы можем разворачивать и сворачивать панель. С щелчками по стрелочкам я сворачиваю и разворачиваю панель. Ну что ж, мы, как договорились в самом начале, пока будем работать для печати в профиле Print. Когда мы выбираем профиль Print, у нас цветовая модель, по умолчанию устанавливается ЦМИК – Циан, Маджента, Йелло, Блэк. Если поставить фил на передний план и все краски обнулить, то у нас получится белая заливка. Белая заливка или отсутствие заливки. Если попробуем только один компонент, одну краску включить, например, Циан, то у нас получается голубая краска, голубой цвет. Компонент Маджента или краска Маджента, пурпурная краска, выдает вот такой цвет. Краска или цвет Йелло, пожалуйста, Желтый и Блэк. Последняя буква здесь присутствует из слова Блэк. И пожалуйста, Кей, Блэк. Если вам надо смешивать какие-то цвета, как вы это делали в детстве, например, нет нужной зеленой краски, а вы хотите получить, смешивая голубую краску и желтую, пожалуйста, у вас получается зеленый цвет. То есть это привычное такое пространство и для смешивания цветов, и для получения цветов. Также, помимо того, что вы получаете, суммируя краски, с помощью ползунков, нужный цвет, вы также абсолютно произвольно можете в нижней части этой панели получить абсолютно любой оттенок. Очень хочется вот такой коричневый цвет получить. И, внимание, получила коричневый цвет, устраивает. Я вижу, чтобы распечатать вот такую коричневую фигуру, понадобятся все четыре краски модели ЦМИК. Циан, Маджента, Йеллоу, Блэк. Возможно, от типографии будет требование по ограничению суммы, но об этом чуть позже. Я при нажатой Alt копирую эту фигуру и очень хочу заливку делать чуть потемнее или чуть посветлее. Сохранив пропорции между красками, я хочу немножко осветлить цвет. Чтобы сохранить пропорции между всеми четырьмя красками, чтобы все ползунки вместе перемещались, рекомендуется при нажатой Shift ухватиться за самый правый крайний насыщенный ползунок. При нажатой Shift вы беретесь за самый правый крайний насыщенный ползунок и перемещаетесь в нужную сторону. Если влево, то вы осветляете, если вправо, то вы затемняете. Очень удобно здесь получать нужные цвета, однородные оттенки, через панель Color, это безумно удобно. Также можно выделенному объекту поставить Fill на передний план и выбрать цвета по умолчанию, или Stroke поставить на передний план и выбрать абсолютно любой другой цвет. Какой инструмент на переднем плане, для такого же инструмента вы выбираете нужные цвета. Рекомендую панель Color для получения нужного оттенка, нужного цвета. Но не только панель Color принимает участие при работе с однородными заливками. Есть также панель Color White, цветовые направляющие, клавиатурная комбинация Shift F3. Shift F3, Color White, цветовые направляющие. Панель немножко произвольно работает. Когда вы выбираете, например, на панели Color любой цвет, нет, сейчас я этого прямоугольника, для Fill, возьму вот такой коралловый цвет, кораллово-оранжевый цвет, я вижу, что панель Color White сразу в верхнем списке предлагает группу, где первым цветовым образцом является именно тот цвет, который я сейчас выбираю на панели Color. Я выбираю такой лимонный, салатовый оттенок. Моментально Color White предлагает новую группу, где первым цветовым образцом является именно тот цвет, который я выбрала на панели Color. То есть панель Color White произвольно довольно предлагает какие-то группы, как будто за вас решает, что вы хотели бы работать с такими группами, с такими цветовыми гаммами, а, конечно, вы можете это все делать. Еще, помимо того, что панель Color White предлагает какие-то произвольные группы, в нижней части эта же панель предлагает оттенки, дочерние цвета, основных цветов. В нижней части под треугольником основные цвета, справа от треугольника дочерние цвета, То есть я при нажатой Alt создаю дубликаты и для дубликатов уже выбираю какие-то дочерние цвета. То, что мы делали на панели Color при нажатой Shift. Слева от треугольника дочерние цвета с затемнением. Здесь очень активно черный, а черная пленка как будто добавляется, и это не всегда интересно смотрится, поэтому панель Color намного интереснее в этом смысле. Но если все-таки вы хотите работать с дочерними цветами, вы можете увеличить их количество не 4 оттенка с осветлением и 4 оттенка с затемнением, а намного больше, сколько вам хочется. То есть вы можете открыть меню панели Color White и здесь выбрать Color White Options, опции этой панели. И в опциях, пожалуйста, Steps, ступени, количество можете задать сколько вам угодно. Пожалуйста, 12 оттенков с осветлением, столько же затемнением. Вы можете выбрать не только оттенки, но и теплые и холодные тона, или некоторые режимы наложения. Но, как правило, нас устраивают вполне оттенки. Tints, shades. Знаете, очень хочется создать свою собственную группу, а не воспользоваться произвольной группой, а свою собственную группу хочется создать и сохранить ее вот здесь, в основной панели. Обратите внимание, в основной панели, которая прикреплена к панели опции, две группы. Первая группа – это оттенки серого, вторая группа – это оттенки радуги, кроме голубого цвета. Я хочу сюда же поставить свою собственную группу. Как быть? Внимание! Чтобы создать и сохранить свою собственную группу, очень важно. Мы щелчком по пустоте снимаем выделение со всех объектов. Это очень важно. Щелчком по пустоте снимаем выделение со всех объектов. Затем обращаемся в нижней части панели Color Guide к кнопке Edit Colors – редактировать цвета. Edit Colors – редактировать цвета. Попадаем вот в такое диалоговое окно, где мы видим ту же группу и видим на цветовом круге кружочки. Кружочки отвечают за эти цвета. И цвет номер один показывается большим, самым большим кружочком. Я, ухватившись за эти кружочки, поворачиваю их, перемещаюсь по этой окружности цветовой. Приближаясь кружочками к центру окружности, я получаю более пастельные тона. Отдаляясь от центра к краю, я получаю более насыщенные тона. Обратите внимание, внизу ползунки почти все тоже перемещаются, тоже в движении. Очень часто хочется какой-то отдельный кружочек поворачивать вне зависимости от всех остальных. Чтобы не было зависимости, мы можем разорвать связь Unlink разорвать связь, цепочку, ухватиться за любой кружочек, поработать только с ним, но потом очень рекомендую все-таки включить связь, Link, так как мы оттенки, насыщенность, яркость все-таки выбираем именно для группы. включая связь и я работаю уже с группой. Очень хочется добавлять новые оттенки. Добавление новых оттенков это кнопка с плюсиком. Допустим, мне очень хочется пастельные тона какие-то получать для какого-то макета. Если слишком много всего создали, то кнопка с минусом позволит удалить все ненужное. Я хочу получить пастельные тона, я приближаюсь к центру этой окружности и в то же время добавляю яркость. Brightness, яркость. Краем глаза, конечно, смотрю на эти образцы. Если все устраивает, вы можете назвать как-нибудь или оставить по умолчанию такое название и нажать ОК. Обязательно возникнет вопрос сохранить ли эту группу. Вы нажимаете Yes, ОК. Если я сейчас открою основную панель, я увижу свою собственную группу. Что бы не случилось, как бы я не смещалась от основных оттенков, я в любое время открою эту панель, щелкну по папке, восстановлю свою группу и начну работать именно собственные группы. Пожалуйста, любые оттенки, основные или дочерние, все здесь возможно. Кстати, что касается основной палитры, она немножко неудобна тем, что все время сворачивается. Она все время сворачивается, когда мы работаем с объектами. Как быть, чтобы она была так же, как эти две панели, она была под рукой. Панель называется Swatches, дословный перевод, образцы. Windows Swatches, окно образцы, отделяю. Пожалуйста, абсолютно точно такая же палитра, как здесь наверху. Я кроме групп могу так же здесь сохранить одиночные образцы, как это делали разработчики. Вот сколько одиночных образцов. Тоже хочу сюда поставить свой одиночный образец. Получаю на панели Color нужный оттенок, на панели Swatches нажимаю кнопочку New Swatch Новый образец. Не рекомендую переименовать, пусть имя название будет состав этого цвета. Ок. Вот это мой новый образец. Получаю другой цвет. Пожалуйста. Библиотека предлагает здесь тоже все сохранять. Можно и делать, но в основном вот где надо сохранять. Swatches, New Swatch, новый образец. Ок. И сколько угодно новых образцов вы можете сюда добавлять. Библиотека, вот эта библиотека удобна тем, что вы можете эти же цвета в дальнейшем использовать в Photoshop, в программе InDesign и так далее. В этом смысле именно эта библиотека удобна. Если же вы будете использовать эти цвета здесь, в иллюстраторе, то для этого есть другая библиотека. Ну что ж, три палитры для работы с однородными заливками. И знаете, хочется другой макет создать, допустим, с этими же цветами. И когда я создаю новый документ, я хочу использовать группу собственную, которую я создала в предыдущем документе, и три этих одиночных образца, я вижу, что в новом документе их нет. В каждом новом документе сводчис открывается с чистого листа. Чтобы все-таки сохранить свои собственные заливки, группы, рекомендуется сохранить их в отдельной панели в библиотеке. Внимание! Создание и сохранение собственной панели в библиотеке. Сводчис. Библиотека открывается кнопкой в виде книжек. Сейв сводчис. Сохранить образцы. Назовите как вам хочется, например, я назову Pastels. Знаете, даже искать не надо этот путь, потому что сразу предлагается этот путь, где ваш иллюстратор установлен, пожалуйста, и папка сводчис. Я называю свою панель Pastels, пастельные тона, и сохраняю в библиотеке. Если мне эти тона, эти оттенки, цвета понадобятся в других документах, я их могу открыть из библиотеки, я пошла в другой документ, панель сводчис, библиотека, мы с вами юзеры, пользователи, библиотеки, ищем строчку User Defined, и пожалуйста, открываем свою панель. Одно но. Дополнительные панели, любые, абсолютные, я сейчас открою еще какие-то панели, они нередактируемые. Зачернутый карандаш внизу говорит о том, что эту панель не редактировать, то есть я не смогу добавить или удалить какие-то образцы, к сожалению. Каждый раз я пойду в первый документ, добавлю сводчис, что необходимо, и каждый раз я буду сохранять вот таким вот путем. Редактировать дополнительные панели невозможно. Для работы с однородной заливкой мы использовали три основные панели Color, Color White для группы и сводчис для сохранения и группы, и одиночных образцов. Попробуйте. Попробуйте.